Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами вступили в новый период церковной жизни, а церковная жизнь происходит по некоторым этапам. Очень интересно, церковный календарь построен очень своеобразным образом. Мы вступили сейчас в так называемые недели или седмицы по Пятидесятнице, по Святой Троице. День Святой Троицы, мы с вами говорили в прошлой передаче, это день для нас очень важный. Это день рождения христианской церкви. В этот день на апостолов сошел Святой Дух, и с апостолами произошло нечто очень необычное. Из простых рыбаков, из простых жителей Галилеи, они превратились в ревностных проповедников Слова Божия. Они отправлялись на проповедь в разные уголки земли, где безбоязненно проповедовали воскресшего Иисуса Христа. И многих ко Христу привели. Их проповедь была настолько сильной, их мужество было настолько удивительно, что они не боялись ничего. Не боялись ни темниц, ни уз. И даже более того, все апостолы, мы знаем, претерпели практически все мученическую кончину. День, следующее воскресенье после Пятидесятницы, называется Неделей Всех Святых. Воскресеньем, посвященным всем святым, когда-либо людям жившим, когда-либо трудившимся на Ниве христианского благочестия. Церковь в этот день прославляет и Матерь Божию, и многих других угодников Божиих. Согласно христианскому вероучению, православному вероучению, святых мы делим на несколько категорий. Хотя, по большому счету, они все равны перед Богом. На категориях мы их делим, потому что они несли различные подвиги. И согласно этих подвигов, мы и даем им наименование. Были святые, которых мы называем апостолами. Апостолы, как мы говорили, это проповедники, это ученики Господа Иисуса Христа. Люди, которые отправились на проповедь в самое первое время после того, как Господь воскрес. Были люди, которых мы называем равноапостольными. То есть они уже, может быть, жили позже, чем апостолы. Но, во всяком случае, их подвиг равнялся именно апостольскому подвигу, подвигу проповеди Христовой. Дальше мы говорим, что у нас есть и святых, так называемые преподобные. Это святые, потрудившиеся в монашеском чине. Святые угодники Божии, которые отреклись от мира, отреклись от утех этого мира. И свою жизнь проводили наедине с Богом. Как говорил один из христианских мыслителей, кто такой монах? Монах — это душа и Бог. Человек, который беседует с Богом в молитве. Вся жизнь его обращена только к Господу Богу и все его помышления. Он дает обеты безбрачия, обет нестяжания, обет послушания. Вот святые, которые потрудились в этом подвиге, мы этих святых называем преподобными. Есть святые, которых мы называем праведниками. Это святые люди, которые имели семьи, жили в миру, как мы живем с вами. И этим тоже прославляли Господа. Их христианское благочестие было настолько высоко в их мирском служении, в их мирской жизни, повседневной жизни, что церковь этих людей прославила в лике праведников. Есть святые, которых мы называем святыми мучениками. Для нас это категория особой святости. Это святые угодники Божии, которые засвидетельствовали свою веру, веру воскресшего Господа, своей даже смертью. Они не боялись ничего, никого. Они проповедовали только истину и доказали эту истинность, эту истину даже своей смертью. Этих святых церковь почитает выше всех других угодников Божьих. Есть святые, которых мы называем святителями. Это святые, которые потрудились на служении Господу в епископском сане. И главным делом их жизни это было учительство, наставничество своей паствы. И цель их служения была привести паству ко Христу. Это особый подвиг. Церковь этих людей прославляет, величает. Далее есть святые, которые были прославлены в лике святых целебников или безмездников, безсребренников. Людей, которые лечили людей, исцеляли болезни и при этом не брали за это плату. И также несли высокий подвиг служения именно на этой почве. Но это касательно новозаветных святых. Еще таких чинов, конечно, очень много. Мы называем некоторых святых и страстотерпцами, некоторых святых называем и великомучениками, и священномучениками. Но это уже, в принципе, созвучное наименование с теми, которые я вам сейчас пояснил. Кроме новозаветных святых, церковь в этот день празднует еще и ветхозаветных святых. Таких, как праотцы. Клим мы причисляем, опять же, Адама, Еву, тех прародителей человеческого рода, ветхозаветных праведников. Есть святые, которые, опять же, описаны в Ветхом Завете, о них идет речь, мы их называем пророками. Они несли, опять же, такое особое служение в Ветхом Завете и так далее. То есть мы прославляем в этот день всю полноту, которая существует в понятии христианской святости. И этим людям посвящен этот особый день. Почему мы всех этих людей празднуем сразу же в следующее воскресенье после Дня Святой Троицы, после Дня Святой Пятидесятницы? Как мы с вами говорили, в День Святой Пятидесятницы на святых апостолов сошел Святой Дух. И святые апостолы исполнились Духа Святого. И после святых апостолов получаем Духа Святого и мы все с вами в Таинстве Святого Миропомазания, которое совершается над каждым членом христианской православной церкви. И Господь, конечно, первые плоды, которые нам дает, плоды до Святого Духа, это плод, конечно, святости, плод того, что мы должны стремиться к жизни христианской, к жизни истинной, к той жизни, которая нас призвал Бог. И вот святые, которые максимально реализовали все полученные ими дары в Святом Таинстве, этих людей мы называем святыми угодниками Божьими. Вообще, конечно, каждый христианин призван быть свят. Каждого христианина Господь призывает к этой святости. И множество тому добрых примеров, когда христиане все это стараются реализовывать. Позвольте всех вас поздравить с этим удивительным праздником, который вам предстоит завтра с вами праздновать, Днем Всех Святых. Пожелать всем вам бодрости Духа, в первую очередь к тому, чтобы вы стремились реализовывать те благодатные дары, которые вам добровал Господь, и реализовывать все то, что написано в Священном Писании, написано в Евангелии, и в первую очередь вам бодрости на пути следования за Иисусом Христом. Храни всех вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok